Если ваш ребенок с упоением играет в конструктор Лего, его интересуют вопросы программирования и он явно неравнодушен к роботой технике, не спешите отмахиваться от подобных увлечений вашего чада. Лучше предложите ему начать обучение в робошколе. Тогда, вполне возможно, в будущем он станет известным изобретателем. Думаете, это нереально? Вовсе нет. Лучшим доказательством этой вероятности является внушительный список изобретений, созданных детьми, а также успехи, которые сегодня делают юные воспитанники робошколы. Мы приглашаем детей, они приходят, смотрят, мы им показываем вообще, что это такое, потому что вот так вот заулочно сказать робототехника, это кто-то представляет, кто-то нет. Когда ребенок трогает, он, естественно, этим всем проникается и, соответственно, загорается маленькая искорка, которая дальше перерастает, скажем так, в большой костер идей, которые непосредственно потом они реализуют. В нашем городе робошкола работает уже на протяжении пяти лет на базе Радиотехнического университета. Его воспитанники успешно выступают на различных фестивалях и создают свои собственные изобретения. Дмитрий робототехникой увлекся еще в школе. В 10 классе он пришел заниматься в робошколу, а сегодня успешно преподает в ней и учится в Радиотехническом университете на первом курсе. Кажется, о роботах он знает все. Есть такой стереотип, что действительно роботы, они должны быть какие-то большие машины, которые двигаются, возможно, даже сильнее человека. На самом деле это не совсем верно. Роботы бывают совершенно разные. Они могут быть и очень маленькие, и очень большие, выполнять интеллектуальную работу или выполнять какую-то грубую работу муторную, чтобы заменить человека. И вот мы как раз занимаемся здесь какими-то разработками. Роботов все-таки поменьше. То есть с крупными роботами и работать тяжелее, опаснее. А вот мы стараемся создавать маленьких роботов, которые будут интеллектуальными. Роботы, созданные юными изобретателями, играют в футбол, соревнуются в качестве борцов с умом, но некоторые наделены более серьезными функциями. Так, например, одна из разработок Дмитрия и его коллег по цеху – робот, который мог бы самостоятельно проводить разведку на заданном программе маршруте. Но, к сожалению, в процессе испытаний произошла небольшая авария, и пока работа по этому проекту приостановлена. А вот еще одна разработка Дмитрия. Это не совсем моя идея. То есть вот есть такое колесо замечательное, немного необычно выглядит. Его придумал около века назад человек по имени Илон, его суть заключается в том, что оно может ехать не только вперед-назад, но и двигаться боком. То есть, если у вашего робота будет два колеса и начать их вращать в разные стороны, то колесо поедет боком таким вот образом. Какие есть в этом перспективы? То есть, можно, например, на автомобиле выполнять параллельную парковку без проблем. И хотя придумал этот другой человек, Дмитрий создал уникальную схему, благодаря которой такое колесо можно распечатать на 3D-принтере. Наверняка юные изобретатели еще не раз нас удивят, ведь давно доказано, дети, чье мышление пока еще не загнано в определенные рамки, способны мыслить иначе, чем взрослые. Наверное, именно поэтому они так часто становятся авторами незаменимых изобретений.